приветствую вас дорогие друзья на добром канале вчера на официальном сайте свидетелей иголы были опубликованы две новости которые совершенно нас не радуют но давайте с ними ознакомимся одна новость заключается в том что области свидетелей иголы продолжаются частности в городах рядом с сургутом и вторая новость заключается в том что по всей видимости в городе орле посадят еще одного свидетеля иголы в тюрьму и срок который ему грозит три года скорее всего это будет вторая такая серьезная посадка после того как засудили дениса кристенсена давайте ознакомимся сначала с информацией об обысках 28 февраля 2019 года в городах нефтеюганск и пытьях ханты-мансистий а о расположенных недалеко от сургута прошли обыски в домах граждан которых подозревают в исповедании религии свидетелей иголы в пытьяхе был задержан 37-летний александр никоноров отец семимесячного ребенка однако после допроса он был отпущен 15 февраля 2019 года массовые обыски прошли в сургуте и ленторе у нас с вами уже было новостное видео на эту тему 17 февраля 2019 года суд назначил троим гражданам меру пресечения в виде содержания в сизо уголовное дело по статье организации участия в экстремистской организации возбуждено в отношении девятнадцати местных жителей включая женщин за неделю до того 6 февраля 2019 года были проведены области в городе урай ханты-мансистий а о тоже уже было видео и на эту тему 38-летний андрей сезонов арестован однако спустя 20 дней суд перевел его под домашний арест сейчас на экране вы можете видеть сводку по делу лодинова и других сургуте и мы с вами можем познакомиться с этими свидетелями иголы большинство из которых были подвергнуты пыткам в чем они подозреваются выступал с речами участвовал в проповедническом служении с местными свидетелями иголы проводил встречи с пионерами старейшинами и служебными помощниками в том числе в целях осуществления организации деятельности старейшин в собрании взлетная сергей волосников 15 февраля 2019 года в сургуте прошли массовые области в домах верующих за этим последовали избиения и истязания не менее семи верующих среди прочих о пытках сообщил сергей волосников савелий горгалек 15 февраля 2019 года в сургуте прошли массовые области в домах верующих за этим последовали избиения и истязания не менее семи верующих среди прочих о пытках сообщил савелий горгалек алексей плехов 15 февраля 2019 года в сургуте прошли массовые области в домах верующих за этим последовали избиения и истязания не менее семи верующих среди прочих пыткам подвергался алексей плехов артем тим 15 февраля 2019 года в сургуте прошли массовые области в домах верующих. За этим последовали избиения и истязания не менее семи верующих. Среди прочих пыткам подвергался Артем Ким. Вячеслав Баронос. 15 февраля 2019 года в Сургуте прошли массовые области в домах верующих. За этим последовали избиения и истязания не менее семи верующих. Среди прочих пыткам подвергался Вячеслав Баронос. Евгений Кайряк. 15 февраля 2019 года в Сургуте прошли массовые обыски в домах верующих. За этим последовали избиения и стязания не менее семи верующих. Среди прочих пыткам подвергался Евгений Кайряк. Артур Северинчик. 15 февраля 2019 года в Сургуте прошла одна из самых массовых акций устрашения верующих на тот момент. Силовики врывались в дома местных жителей по всему городу. Некоторых пытали, в отношении 19 человек были возбуждены уголовные дела. Один из них Артур Северинчик. Что о нем известно? Артур родился в 1968 году во Владивостоке. По профессии крановщик. Увлекается рыбалкой и радиолюбительством. В детстве часто ловил рыбу с отцом на катере. В последнее время ухаживает за садом и огородом, ремонтирует телеаппаратуру и другую технику. С 1990 года Артур женат на Ирине, педагоге дошкольного воспитания и художнике станковой живописи и графики. Спустя несколько лет после свадьбы супрудие приняли осознанное решение жить по заповедям Христа. По словам Артура, вера в Бога у него была всегда, но не было знаний. Изучение Библии помогло обоим супругам укрепить свою веру и увидеть поддержку Бога в жизни. У семьи четверо взрослых детей и временами они собираются вместе, чтобы сходить на природу или вместе порыбачить. Для всей семьи заключение Артура под стражу стало большим потрясением. Их больно задела жестокость и унижение, с которыми сегодня сталкиваются верующие. Многие родственники и коллеги Артура, не разделяющие его религиозные взгляды, не могут понять, что экстремистского власти усмотрели в его религии. Евгений Федин. 15 февраля 2019 года в Сургуте прошла одна из самых массовых акций, устрашения верующих на тот момент. Силовики врывались в дома местных жителей по всему городу. Некоторых пытали, в отношении 19 человек были возбуждены уголовные дела. Один из них Евгений Федин. Что о нем известно? Евгений родился в 1977 году в Челябинске в семье простых тружеников. У него есть старшая сестра. В детстве был активным ребенком, активно увлекался спортом и восточными единоборствами. Получил звание кандидата в мастера спорта по боксу. Участвовал в соревнованиях по профессии техник-технолог сварочного производства. В конце 90-х годов Евгений заинтересовался учениями Библии. Его воодушевило то, что Бог никогда не хотел, чтобы мир был наполнен жестокостью и насилием. К тому времени в его жизни было немало бессмысленных конфликтов, и это его тяготило. В результате он пересмотрел свои жизненные принципы, и сегодня это кроткий, миролюбивый человек. Любит природу и документальные фильмы о жизни животных. Из активных видов спорта в его жизни осталось только плавание, с помощью которого поддерживает себя в форме. В 2012 году Евгений женился на Наталье. Это его второй брак. Первая жена Олеся скончалась тремя годами ранее от скоротечной болезни. Наталья специалист в сфере информационных технологий. Вместе они любят готовить блюда разных народов мира, ходят в плавательный бассейн. Родные Евгения переживают за него и стараются помочь, хотя не разделяют его религиозные убеждения. Сергей Лодинов. 15 февраля 2019 года в Сургуте, Ханты-Мансисте, автономный округ, прошла одна из самых массовых акций устрашения верующих на тот момент. Силовики врывались в дома местных жителей по всему городу, некоторых пытали. В отношении 19 человек были возбуждены уголовные дела. Один из них Сергей Лодинов. Он сообщил о применении к нему пыток в здании Следственного комитета Сургута, после чего он был отправлен в СИЗО. Что о нем известно? Сергей родился в 1961 году в Баштирии. Рано остался без обоих родителей. Долгие годы ухаживал за тетей до самой ее смерти. С детства привык возделывать землю. Позже получил специальность инженера-энергетика. В Сургуте живет последние 30 лет, большую часть которых изучает Библию. Холост. С 2010 года Сергей работает в ООО «Тюмень Энерго», где имеет самые положительные характеристики. Получал награды от губернатора Ханты-Мансийского автономного округа и Министерства топлива и энергетики России. Зарекомендовал себя грамотным, инициативным и компетентным работником, говорится в характеристике Сергея с места работы. Он внес огромный вклад в развитие энергетики Северного региона. При его непосредственном участии было введено в эксплуатацию более 60 подстанций. Проявил себя талантливым наставником молодежи. Подготовил к работе не одно поколение энергетиков. Не утратил рабочего энтузиазма и в настоящее время с удвоенной энергией передает теоретические и практические знания молодому поколению специалистов, занимающихся высокочастотными релейными защитами, передавая им свой богатый опыт и профессиональные знания в области конструктивных особенностей оборудования распределительных сетей и подстанций. В проведении противоаварийных, противопожарных тренировок. Долгие годы работает без аварий и не допускает случаев травматизма. Его труд неоднократно отмечался приказами за плодотворную работу. Отлично сдает квалификационные экзамены. В коллективе пользуется заслуженным уважением за свою добросовестность, отзывчивость и сердечное отношение к коллегам. Что касается ситуации в Орле, 18 марта 2019 года в городе Орле судебный процесс над свидетелем Иеговы Сергеем Скрынниковым перешел на стадию прений. Прокурор попросил для верующего, обвиняемого по статье участия в деятельности экстремистской организации, реальный тюремный срок, 3 года в колонии общего режима, плюс 1 год ограничения перемещения. После выступления прокурора Железнодорожный суд Орла предоставил возможность выступить с прениями адвокату. Защита настаивает на абсолютной невиновности 56-летнего верующего. 28 марта 2019 года в 10.00 Сергею Скрынникову будет предоставлено последнее слово, после чего суд удалится для вынесения приговора. Ожидается, что приговор будет оглашен в суде 1 апреля 2019 года в 10.00. Дело Сергея Скрынникова – это второе дело в городе после известного дела датского подданного Дениса Кристенсена, которого тот же суд приговорил к 6 годам тюрьмы. Уголовное преследование этих законопослушных орловчан является прямым следствием ликвидации запрета деятельности зарегистрированных организаций свидетелей и ЕГОВА. Ряд доказательств по делу Скрынникова, например, лингвистическая, религиоведческая, компьютерной экспертизы были выделены из дела Дениса Кристенсена. Обвинение Сергею Скрынникову было предъявлено 8 мая 2018 года, с тех пор он находится под подпиской о невыезде. В этот же день в его доме был проведен осмотр, в ходе которого не было найдено ни одного предмета, запрещенного законом. Как и Денис Кристенсен, Сергей Скрынников никогда не был членом местной религиозной организации свидетелей ЕГОВА «Орел» и не участвовал в ее деятельности. Скрынников Сергей Владимирович. Родился 30 октября 1962 года в селе Мануйловка, Донецкая область, Украина. Окончил отделение физической культуры Болховского педагогического училища. Работал учителем физкультуры в Орловской области. В 25 лет в жизни Сергея начался турбулентный период. Он лишился работы, потерял семью, разочаровался в жизни, начал злоупотреблять алкоголем. Его мать, которая исповедовала религию свидетелей ЕГОВА, побуждала сына обратиться к Библии. И это помогло ему покончить с пагубной привычкой и обрести настоящий смысл жизни. В 1989 году после переезда в город Торес, Донецкая область, Украина, Сергей также принял крещение как один из свидетелей ЕГОВА. Позже к нему присоединились бывшая жена Нина, педагог по профессии, с которой Сергей к тому времени был в разводе. Она заметила положительные перемены в бывшем муже, и вдвоем они решили восстановить семью, следуя библейскому учению о брате. Нина приняла крещение через год после мужа. Сергей и Нина – заботливые дети и любящие родители. Они переехали в Орел, чтобы заботиться о пожилых родителях Нины и помогать дочери Олесе и ее мужу Андрею в воспитании их пятерых детей. Нам с вами остается ждать упомянутой даты, 1 апреля 2019 года, чтобы узнать, какой же приговор суд Орла вынесет Сергею. Ну, собственно, мы с вами уже знаем этот приговор. Если в случае с Деннисом Кристенсеном и я, и вы, я думаю, еще на что-то надеялись, и адвокаты Денниса надеялись, что прямо в зале суда Деннис будет освобожден, то в данном случае, после того, как Деннис получил все-таки 6 лет, и тот же самый суд сейчас судит Сергея Скрыльникова, мы понимаем, что он все-таки, по-видимому, получит именно тот срок, который требует прокуратура. Три года тюрьмы плюс один год ограничения перемещения. Если это видео было информативным, обязательно поставьте под ним пальчик вверх. Подпишитесь на канал, если не подписаны, будем следить за ситуацией вместе, за развитием событий в России. До новых встреч!